Плотную заняться проблемой качественного питания в школах и детских садах поручил чиновникам вице-мэр Бельс Леонид Бабий. Просьба озвучена на заседании в мэрии в преддверии нового учебного года. Бабий отметил, что тщательнее следить нужно и за качеством поставляемых в образовательные учреждения пищевых продуктов. В свете кишиневских событий, связанных с поставками в детсады и школы просроченного продовольствия, вице-мэр требует повысить санитарно-эпидемиологический надзор за процессом организации питания в бельских образовательных учреждениях. У нас через месяц начинается учебный год, поэтому остался месяц для того, чтобы работать и подвести под концовку ремонта в школах, в детских и дошкольных учреждениях, посмотреть и на пищеблоки, посмотреть на кадровый состав, для того, чтобы мы восприняли или приняли 1 сентября в полном вооружении. В этом году необходимо обратить внимание на тех учеников, которые остались вне школы в прошлом году. Поэтому сейчас есть еще месяц для того, чтобы пройтись полностью, посмотреть, все эти вопросы должны быть на контроле в народном образовании. И на качество питания мы проводим немало тендеров, посмотреть, чем мы кормим, как детей, так и в школах, и дальше. Потому что этот вопрос должен быть на первом плане. И он ежедневно должен контролироваться со стороны работников народного образования. Напомним, в декабре этого года в Кишиневе разгорелся скандал, связанный со снабжением некачественными продуктами детских садов. Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов начало проверки по всей Молдове. В Бельцах в детских учреждениях нарушений не выявили, так как к качеству продуктов уделяется особое внимание. А в Кишиневе родители до сих пор жалуются на детские сады. По их словам, малышей кормят лишь кашами. В меню отсутствуют свежие фрукты и салаты. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова